И мы берем объем пробы нефтепродукта от парки, которая в эфируаре, достаточно для проведения испытаний. Нам нужен, так как мы проводим испытания в передвижной испытательной лаборатории, у нас оборудование современное, объем для проведения испытаний нужен небольшой, поэтому мы однократно берем пробу и проведем испытания. А сколько там нужно? Ну, там в бензилитрах 150. Сколько времени, примерно, уходит на вход? Ну, по-разному, в зависимости от объема, который необходим был. Ну, в среднем, на резервуар, ну, 10. В целом, на отбор проб и заполнение всех необходимых документов уходит порядка 45 минут, то есть, там, 50 назад. Это в передвижной? Это вообще любая лаборатория, когда сотрудники приезжают для отбора проб, и дальше уже временно затрачено на проведение испытаний. А сколько в среднем отбирают проб? За 20 минут? А, в среднем, о, передвижная испытательная лаборатория, в Екатеринбурге они отбирают порядка 320 проб, это все резервуары на АЗС, которые в Екатеринбурге. Это весь полный, он прям полный, да? Полный, полный, да? Ну, этого объема будет достаточно для проведения испытаний. А оборудование для отбора бензина из недельного топлива, это отличается? Оно не отличается, но мы используем, чтобы исключить порцию пробы, отдельно оборудование бензина отбирается отдельным пробоотборником, дизельное топливо отдельным пробоотборником. Либо допускается споласкивание в пробоотборниках, в которые отбирают. Ну, порядка 2-3 раза мы споласкиваем, прежде чем брать с пробоотборником в новых пробах. Вы отвечаете, это все Свердловская область, да? Да, мы контролируем качество всей Свердловской области. И сколько больше посолосов в области? АЗС-147, да. И на каждый минимум один раз в месяц вы должны побывать? Да, на каждый минимум один раз в месяц, плюс у нас есть спецпрограмма. По спецпрограмме мы выезжаем на АЗС второй раз. То есть некоторым АЗС в месяц везет два раза. Бонус? Да, бонус.